Эта история приключилась несколько дней назад в американском Ричмонде и весьма понравилась нам комбинацией необычных факторов. Такое пожалуй только в кино бывает, радушная, но наивная домохозяйка спасла с улицы кошечку, а потом осознала, что где-то тут подвох. И, несмотря на то, что события развивались по сценарию фильма ужасов, сохранила самообладание и сумела минимум дважды удивить сообщество. Мы решили, что лучше оставить прямую речь, с минимальной коррекцией перевода. Уж больно она эмоциональна и интересна. Все фотографии тоже оригинальные, от самой героини истории. Найдена кошка прошлой ночью, застряла в моем заборе и кричала, у нее голова болела. Я принесла кошку внутрь, потому что она выглядит слишком большой и здоровой для бездомных, и собаки здесь часто убегают и жрут кошек, которые теряются. Она такая толстая. С небольшими полосками и пятнами на ногах, и большими белыми круглыми пятнами на задней части ушей. Единственное, что с ней неправильно, у нее нет длинного хвоста, но это не выглядит чем-то новым. Она очень громкая, и злая. Я думаю, что это табби или бенгал, может быть какой-то мейн-кун, потому что она такая здоровенная и пухлая. Я сняла большинство этих фотографий прошлой ночью, так что свет заставляет ее выглядеть коричневым, но на самом деле шкура более серая. Она была очень голодная. Пожалуйста, если вы владелец, свяжитесь со мной как можно скорее, я не могу держать зверюку здесь, потому что, как бы она ни была симпатична. Она безумная и чрезвычайно агрессивная. Хотя я почти уверена, что это домашнее животное, если никто не свяжется со мной достаточно скоро, мне придется отвезти его в приют. К вечеру воскресенья, скорее всего, мне придется его сдать. Сегодня утром я чуть не потеряла пальцы, пытаясь погладить его. Рычала, шипела и орала все утро. Сейчас она просто ворчит. Пожалуйста, отправьте сообщение или отправьте электронное письмо. Спасибо всем, кто сказал мне, что это на самом деле дикая рысь. WTF. Неудивительно, что она была такой сварливой. Я похитила ее. Я не из Америки, и никогда не слышал о рысях, я думала, что все дикие кошки намного больше, чем это. Я не могу поверить, что я сама принесла это внутрь. И она разозлилась, оставила следы по всему моему проклятому дому, так что теперь мне нужно все тщательно очистить. Но в любом случае, я рада, что по крайней мере она в порядке и не из потерявшихся кошек. Я уже отпустила ее обратно к лесу, откуда она пришла, и она совсем не пострадала, так что не волнуйтесь. У меня тоже все нормально, никаких укусов и царапин. А если вы один из тех, кто был груб со мной и пытался насмехаться надо мной за то, что я такая невежда, у вас может быть плохой день. Может если рысь вернется, я отправлю ее в вашу сторону. Отважная женщина, и с отличным чувством юмора, что тут сказать. Забрать из лесу дикую рысь, накормить, сфотографировать и жаловаться, что громко орет и не дается погладить, это же какой характер надо иметь. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.